МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конференция на тему турецко-азербайджанская арменофобия. Конгрессмен США обвиняется в получении взятки от Баку, осуждающее заявление. Представлено мнение генерального прокурора Турции по делу об убийстве Гранта Бинка. Скрипач Арам Маликян посвятит свой концерт в 155-летию Коми Таса. Еще одна путевка на Олимпийские игры. 2 июня на онлайн-платформе Skype состоялось второе пленарное заседание Третьего созыва Национального собрания Республики Западная Армения. Заседание началось с гимна Республики Западной Армения и минуты молчания в память о мучениках всех времен. О начале заседания объявила председатель Национального собрания Нелли Арутинян. Первая часть была посвящена новым кандидатам в депутаты, набравшим 30 проходных голосов. Председатель Национального совета Западной Армении Армейна Кабрамян представил основы ратификации Северского договора и механизмов реализации основного договора. Они будут представлены депутатам, которые выразят свою позицию касательно данных вопросов. Во второй части заседания, посвященного президентству и правительству, в приветственной речи выступила президент Республики Западной Армения Лития Маркосян, представив важность стратегических проблем Западной Армении. Председатель Национального совета Арменнак Абрамян коснулся вопросов сохранения генетических ресурсов ООН и документа, принятого в ООН и ратифицированного несколькими странами. От правительства выступили заместитель министра иностранных дел Вартан Симунян и полномочный посол в Аргентине Гильермо Караманян. Итог второго пленарного заседания подвел Арменнак Абрамян, рассказав об армянстве и исключительных способностях армян, сильнейшем влиянии армянского языка и исключительности нашей идентичности. В Ирванском офисе Республики Западная Армения гостили наши соотечественники из Западной Армении Ивана. Речь президента Республики Западной Армении Литии Маркосян. Учитывая ситуацию, в которой оказался наш народ, укрепление государства Западной Армении через его институты должно быть абсолютным приоритетом для каждого из нас. Армянский народ имеет государство, признанное в 1920 году по окончании Первой мировой войны Верховным Советом Союзных Держав. Поэтому непонятно и неприемлемо праздновать 20-й мая годовщину Республики Армении как Первой Республики, когда это была декларация о суверенитете, не имеющая никакой ценности в международном праве, подписанная в Тифлисе 30 мая над некоторыми армянскими областями, а Первым государством, призванным Россией независимым, была Турецкая Армения, то есть Западная Армения. Празднование 28 мая – дело серьезное, но серьезность и неприемлемость усиливаются, когда становится ясно, что с одной стороны члены партии Дашнак Цютюн сделали это заявление в ущерб государству Западной Армении, которое находилось под оккупацией турецкой армии. С другой стороны, члены этой же партии подписали батумский договор с Турцией 4 июня 1918 года, договорившись о создании Армянской Республики Кавказа площадью около 12 тысяч квадратных метров, передав Азербайджану районы Зангизур, Арцах, Лури и половину озера Севан. Сегодня, в 2024 году, спустя 106 лет после тех событий, план батума продолжает работать. Замаскированный подмерный план, который нарушает нашу территориальную целостность и права нашей нации. Мы выступаем против него и осуждаем его, как в свое время это сделал генерал Андроник. Западная Армения не приемлет незаконную передачу территории Азербайджану и Турции, поэтому я рацифицировала закон о наших территориях. Площадь государства Западной Армении составляет 160 тысяч квадратных километров. И в соответствии с нашей Конституцией, гарантом которой я являюсь, я буду защищать нашу территориальную целостность. Нет большей или меньшей Армении. Есть Армения, признанная международным правом. Это Армения 1920 года. Государством-приемником, который является Западной Арменией, и есть только одна дата независимости – 19 января. Наше национальное восстановление ведется 2004 года, когда в Шуши был создан Национальный совет Западной Армении. Наше национальное восстановление продолжается 2011 года, когда было сформировано правительство Западной Армении. Недавно мы отметили 24-ю годовщину формирования парламента Западной Армении. И мы счастливы, что среди наших депутатов есть парламентарии, которые высоко держат флаг Западной Армении, оккупированной Западной Армении. Никто и ничто не сможет отвратить армянский народ от национального возрождения и укрепления государственности. Несмотря на исторические фальсификации, несмотря на дискриминацию, несмотря на расизм, никто не сможет отвратить армян от их желания стать гражданами Республики Западная Армения. Из статуса диаспоры, в которой был намеренно неизведен армянский народ, государство Западной Армении дает возможность всем армянам, являющимся потомками выживших армян впоследствии геноцида, стать гражданами своего государства и защищать права на своей земле. Благодаря нашей государственной структуре мы смогли ратифицировать Северский договор 24 июня 2016 года, восьмую годовщину, которого мы будем отмечать примерно через 20 дней. Благодаря нашей государственной структуре мы возобновляем дипломатические связи с государствами. И я хотела бы выразить самую искреннюю благодарность всему дипломатическому корпусу Министерства иностранных дел Западной Армении, который предан делу продвижения Западной Армении. Благодаря нашей государственной структуре Республика Западная Армения утверждает правовые принципы и, в частности, принцип гражданства, которые должны определять границы. Правовой вопрос делимитации и демаркации границы с Азербайджаном является вопросом не Республики Армения, а Республики Западная Армения. Арцах является частью Армению 1920 года и правоприемником Западной Армении. В настоящее время мир возможен только при условии соблюдения международного права, что подразумевает выполнение ст. 92 Северского договора «Уход Азербайджана с оккупированных им территорий и освобождение армянских пленников в Азербайджане». Мир не может быть основан на преступлениях и геноциде. Дипломатическая конференция в Женеве, в которой приняли участие представители государства Западной Армении, показывает, насколько важно для каждого государства защищать свою интеллектуальную собственность. Армяне Западной Армении, которые также имеют статус коренных народов, защищают свои генетические ресурсы, традиционные знания и свои формы культурного самовыражения. 20 лет участия позволили представители Западной Армении рассказать об исключительном богатстве наследия Западной Армении и внести свой вклад в завершение работ над договором, который будет более справедливым в отношении прав коренных народов. Дорогие соотечественники, мы будем продолжать защищать свои права и брать на себя ответственность за нашу будущую историю. Наше воссоздание будет происходить благодаря нашему народу, объединенному вокруг государства Западная Армения. Речь заместителя министра иностранных дел Западной Армении Бартана Симоняна. Прежде всего, хотел бы поблагодарить президента за оказанное мне доверие. Моя миссия как заместителя министра иностранных дел заключается в защите и продвижении интересов Западной Армении и армян всего мира в зарубежных странах. Армяне, о которых я говорю, это потомки тех, кто пережил геноцид. Они рассеяны по всему миру, что в конечном итоге делает нашу нацию великой. Да, армянский народ пережил много несчастья, но именно мы должны работать над восстановлением его славы. Нация состоит из этих людей и этих лидеров. 2023 год был годом тяжелым, но он также стал годом пробуждения нашей нации. Со всех уголков планеты доносились крики в поддержку Арцаха, а также призывы вместе участвовать в восстановлении нашей нации. Потомки Западной Армении это те, кто составляет нашу нацию. Более 10 миллионов, может и 15 миллионов вместе с нашими братьями, которые остались на наших землях. Я хочу пробудить патриотическое чувство у всех нас, вернуть гордость за принадлежность к Западной Армении и сделать так, чтобы наш голос был услышан повсюду. Западная Армения обязана очень многим. Обязана всем. Государству, парламенту, телевидению, всеми созданными структурами, вплоть до признания ООН. Мы были вместе 15 дней во время переговоров под договору войс о генетических ресурсах и традиционных ноу-хау. Кто еще мог бы защитить наше генетическое наследие, если не президент Абрамян? Если мы не будем защищать нашу богатую культуру, то что тогда нужно защищать? Есть наша земля и наши права. Именно поэтому мы говорили с президентом о работе, которую нам необходимо проделать. Признавшие геноцид нашего народа должны понимать, что любое признание преступления требует компенсации жертвам. Нужно ли нам ждать признание преступления со стороны тех, кто называет себя наследниками палачей? Ни в коем случае. Вы не можете быть судьей и присяжными. Преступление уже осуждено и осуждено трижды. Во-первых, самой Османской империи, которая осудила монотурецкий режим в 1919-20-х годах, приговорив смерти тех, кто был назван военными преступниками, в частности, виновных в геноциде, совершенном в отношении армян. Нынешний президент Турции говорит, что историкам нужно оставить их работу. Что ж, они уже сделали ее и написали об этом. Если у него еще нет перевода на турецкий, мы ему его вышли. Далее немецкие суды, оправдавшие Соломона Тейлеряна за убийство Талат Паши, укрывавшегося у союзников. И, наконец, государством и парламентом, в частности, о тех, которые я только что упомянул, где говорится, что немецкие офицеры, находившиеся в Константинополе, не только знали об этом, но и помогали организовать, осуществить его. Теперь перед нами стоит сложная задача. Вы можете рассчитывать на нас так же, как и мы знаем, что можем рассчитывать на вас. Если мы хотим быть сильными, мы должны сплотить нашу нацию. И для этого мы рассчитываем на вас, а также на молодое поколение. В каждой стране, где есть армяне, мы должны мобилизировать нашу молодежь и показать ей, что надежда еще есть. Мы должны поощрять создание молодежных групп в каждой стране. Аргентине, США, Франции, Германии, Турции. Эти молодые люди также принесут нам свои идеи и свой энтузиазм и передадут их окружающим через существующие или будущие связи. В конечном итоге они найдут свое место в нашем парламенте, который таким образом будет укрепляться. Гора Аррат наша, она всегда будет нашей. И однажды эта встреча состоится на этой вершине. Мы в долгу перед нашими бабушками и дедушками. Мы в долгу перед нашими детьми. Мы должны дать им понять, что единственные заранее проигранные битвы – это те, которые не ведутся. Наконец, я хотела бы поговорить с вами о Палестине и о тех, кто также борется уже много лет и что мы должны признать. В Музее Института геноцида составилась двухдневная конференция на тему турецко-азербайджанская армянофобия – междисциплинные подходы. В исследованиях постоянно говорилось о различных проявлениях антиармяства и армянофобии. Однако, по словам директора Музея Института Эдиты Козуян, обсуждение этой темы различными научными дисциплинами, по сути, происходит впервые. Перед началом конференции были представлены хроника и исторические события турецко-азербайджанского насилия, геноцида и актов геноцида. Также исторические события, охватывающие период от насилия, совершенного в отношении армян в Зейтуни и его окрестностях в середине XIX века до изгнания армян из Арцаха в сентябре 2023 года. За два дня было представлено 19 докладов. После конференции состоялся обмен мнениями. На основе представленных докладов было принято решение подготовить двуязычный информационный бюллетень для отправки в различные армянские и международные структуры и демонстрации различных сторон турецко-азербайджанской армянофобии на конкретных примерах. Конгрессмен США и его супруга были обвинены в получении взятки от Баку в размере около 600 тысяч долларов. Об этом свидетельствует обвинительный приговор, вынесенный федеральным судом Техаса. Согласно документам по делу, конгрессмены и супруга от Бакинской государственной нефтегазовой компании «Сокар» с декабря 2014 года по ноябрь 2021 года получали деньги в виде взяток, полностью контролируемых правительством Баку. Причем деньги передавались за оказание консультационных услуг. Согласно заявлению Министерства юстиции США, в обмен на деньги конгрессмен согласился использовать свое положение для влияния на внешнюю политику США в пользу Баку. Американскому законодателю и его супруге предъявлены обвинения по нескольким статьям. В случае признания их виновными и грозит многолетнее тюремное заключение. Однако суд принял решение освободить их под залог 100 тысяч долларов. Общеармянский союз Гармаш Иван Нахадживан осуждает материалистические подходы конгрессмена. Прямое обвинение Баку в несправедливых и лицемерных действиях и привлечении его к ответственности уже кажется устаревшим, поскольку ни одно преступление, совершенное в последние годы, будь то этническая чистка или произвольное похищение людей, не было наказано соответствующим образом и с необходимыми последствиями. Следовательно, подобные попытки продвижения собственных интересов Америки не могут и не должны заслуживать молчания и безразличия со стороны международного сообщества. В рамках судебного процесса по делу убитого в Стамбуле главного редактора газеты Акус Гранта Деньков в суд было представлено мнение генерального прокурора. Согласно мнению, зачитанному во время слушаний, подозреваемому по делу Бекиру Йокушу потребовалось от 22 лет и 6 месяцев до 30 лет тюремного заключения. Его обвинили в содействии преднамеренного и спланированного убийства и нарушения Конституции. На тех же основаниях тоже наказание было вынесено и в отношении подозреваемого по делу Явуза Каракая. В отношении других было потребовано ввести пожизненное заключение со строгими условиями. Адвокаты Семидинка попросили время, чтобы выразить свой протест против мнения прокурора. В результате суд постановил оставить в силе ранее принятое решение о содержании под стражей обвиняемых по делу. Слушания перенесены с 16 на 17 июля. Один из лучших скрипачей мира Арам Аликян свой концерт в Ереване посвящает 155-летию Комитаса. Перед концертом артист посетил музей-институт Комитаса, совершил экскурсию по музею, ознакомился с экспонатами. Я считал, что довольно хорошо знаю биографию и музыку Комитаса, но, как выяснилось, мне еще многое нужно познать. Комитас много путешествовал, но его музыка осталась очень армянской и народной. На сцене с Маликяна выступят музыканты, с которыми скрипач прошел долгий путь, выступая на престижных сценах мира. Среди музыкантов пианист Иван Мелон Глюиз, контрабасист Иван Руиз Мачадо, барабанщик Георвис Мико Милан, гитарист Дайан Аббад. Вице-чемпион мира боксер Давид Чалуян завоевал путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже. На Олимпийском рейтинговом турнире Чалуян в четвертьфинале победил ирландца Мартина Макдонаха со счетом 3-2. Одержав победу со счетом 3-2 над ирландцем Мартина Макдонагом в четвертьфинале Олимпийского рейтингового турнира в Бангкоке, Давид Чалуян обеспечил себе участие в 33-х Олимпийских играх. Это уже 12-я путевка Армении. Продолжение следует...